Сегодня у нас 10 сентября 2017 года, это поселок Потеряевка, вот Игнатьевич Лапкин и брат Никита Колесников встречает нашего гостя, сообщили нам только что. А где транспорт? Пешком что-ли? Откуда? Откуда? Откорченый? Откорченый не был, побродил по вашим местам основательно. Я приехал на поезде. Ну, до куда? Ну, до Постепного. До Постепного, так? До Постепного, да. И он остановился? Остановился на разъезде, как положено. Хотя в Колунде, хотя в Колунде. В Колунде. Сказали, что этот поезд не останавливается. И когда я подошел к вагону, поезд подъехал, то оказалось, что остановка есть. Я иду обратно в кассу, мне говорят, ну ты уже там рассчитывайся с проводницей и доедешь. Я остановился, поезд там свет горит на полустанке, на этом. На том полустанке? Да, да, да. А как он называется? Подстепное. Подстепное? Да, подстепное. Ну, в общем-то, ночью приехали. Я палатку там разбил, пока день настал. Но вы знали, что там ничего нету? Не строили? Да, да, я знал, что ничего нету. Не строили ничего там нету. Ну и что потом? Ну, я взял палатку, переночевал там. Вот. В Колунде купил карту географическую. В Колунде? Да, в Колунде. Вот. Ну и пошел по направлению, как мне подсказала интуиция. Куда? Ну, немножко ошибся. Вышел аж на... А почему телефон-то не звонишь-то? Ну, я знал, что вы задаете такой вопрос. Вот. Я рассчитывал... Телефон-то есть? Есть, да. А почему не брякнули? Сразу машина приехала за вами. Я не хотел утруждать вас. Это первое, да. Вот это мне не нравится. Как? Хотел, не хотел. Вы гость. Вы обязаны были дать знать. Приехали бы утром рано и на службе были бы, на занятиях. И куда вас понесло? И пошел я. Немножко промахнулся. Поехал я. Надо было мне идти в левую сторону. А я пошел вправо. Маленько ошибся. Совсем маленько. Ну, а потом пошел дождик. Я к этому дождю выбрался, аж пустила урывки. Урывки? Урывки, да. Это через нас прошли бы 10 километров еще дальше. Вот. И там еще... Ну, там... Один звонок телефона. Что делать с человеком? Да. Понимаете? Нет. Вот это глупость из глупостей. Но не имеете права роптать. Нет, не ропчу. Я рассчитывал, что могу заблудиться. И у меня с собой был провиант необходимых дня на три. Вот. И пока это сказать, его не зарасходовал. Но потом... Вы когда-то слезете на подстепную? 7-го числа. А сегодня 10-ое. Сегодня 10-ое. Это вы три дня блуждали? Три дня путешествовал по вашим краям. Ну и что вы там увидели? Увидел степи бескрайние. Да. Вот. А еще в каком селе были? Нет, я только урывки заставил. Но с кем-то разговаривали, где потеряевка? Спрашивали? А вы знаете, сколько дней я шел, ни одного человека я на этих полях не встречал. Только в самой Потеряевке. И никто не знает, что такое потеряевка. Как раз у меня спросили в этом самом, в урывках, вы не из Потеряевки? Да. Я говорю, нет, я не из Потеряевки, но я туда направляюсь. И мне говорят, да, к нам иногда приезжают, молоко привозят нам. Ну да. И говорят, ну вы можете обратно ехать на Корчино, оскорченном автобусе, чем-то там доберетесь. Да тут пешком бы 8 километров напрямую. И я напрямую пошел через 9-вольтная линия. Вот. Переезд я вышел. Подсыпинский переезд. Там еще написан указатель, потеряевка. Да. И вот я туда вышел и потом пошел в направлении, в вашем направлении пошел и пришел. И два дня еще шли. Да. А там где вы ездили, там отсюда километров 5, не больше, 6. Но я попал под дождик. Сколько вы дали заботы, мы каждый день, а где он есть, где, в Колунде. Гадать вначале. Один говорит, устроился на работу. Другой говорит, я говорю об этом. У него родственники, наверное, есть там, и живет у них пока возможность есть, а потом приедет. Ну, что сказать. Все позади. Так никогда не делается. Написано, язык до Киева доведет. А тут до потеряевки даже не довел. Каждый, это, Урывский подошел, спросил, как на потеряевку пройти, а где дорога, а кто туда чаще всего ездит-то. Может наш человек в этот день там был. Там были те, которые на машине вас могли сразу доставить. Полчаса и вы были бы здесь. Игнатий Тихонович, у меня такое пояснение этому есть. Но я еще и турист заочный. Вот это да, другое дело. Вот, турист заочный. И поэтому, если я по теряевку приеду, я уже отсюда никуда не пойду. Не на шаг. Вот, тут уже, как говорится, конечный пункт. Ладно, мы тут еще постараемся как-то попросить Алешу на машине вас провести по прудам, везде показать. Так, какие вещи, где они у вас? Вот. Вы с кем? Одни? Да. Люди сейчас. Вы одни были? Один. Один. Так, вас тут запишут и паспорт, и все. Да, я звонил барабашу. Так, это вы с таким грузом? Да. Какой у вас рост? Метр семьдесят. Ну, метр семьдесят – это мой рост. Ты смотри что. Ты попробуй подними. Нет, я его на себе не таскал. А как? На колесиках? Да, на колесиках. Так-то, конечно. Ну, погода, конечно, меня здорово посадила на мель. Я ее тащил как санки по этим вот дорогам, которые раскисли. Ну да. До того, что у меня колени разболелись, я не мог идти. Пришлось мне сутки. Ну, вы же турист. Да, и пришлось мне сутки сидеть, набираться сил. Да. Дурист, а не турист. Салазин. Ну, уже дури меньше осталось. Так, давай-ка. Поехали, ребята, забирайте это. Сейчас вы пойдете. Вас обиходят, ведут курс правил. Это что у вас за клюшка? Это у меня лопата. Лопата. Лопаточка небольшая. Мы действительно турист. Топорик на желтом. Никита, возьми. У него колени больные. Давайте я повезу. Отдайте. Идите. Недалеко. Ну все. Сейчас пока молча дойдем, потом там поговорим на месте. Возьмите велосипед. Будете везти его. Паспорт. На, домой. Паспорт. На, домой. Паспорт. Паспорт. Ухажаю. Везет. Паспорт. Везет на Донецк. Там у нас квартира. Через блокпост, так называемый. Ну а потом на Усть-Пенскую станцию. Это граница Донецкой области и Ростовская. Дальше перешла в Ростов. Стермопоезд, который следовал до Новосибирска. Расскажите, это потом на Типене. Она прямую вылезла, так там вылезла. Она прямую тут не стоит. Она самолетит, она прямую. Слава Христу!